Здравствуйте, меня зовут Валентина Александровна, я преподаю в Кубанском государственном университете. Сегодня наша небольшая лекция посвящена очень интересному разделу языкознания, часто забываемому, как-то об аномастике не принято у нас говорить, не принято ее изучать. В школе вы наверняка только в начальных классах знакомитесь, что такое имя собственное, и чаще всего это заканчивается тем, чем вы говорите, имя собственное мы пишем с большой буквы, имя нарицательное мы пишем с маленькой буквы, если оно не в начале предложения. Но тем не менее аномастика гораздо интереснее, неоднозначнее, и граница аномастики точно также являются спорным вопросом до сих пор в языкознании. В современном языкознании имя собственное рассматривается как одна из языковых универсалей и изучается в различных аспектах, в семасиологическом аспекте, в лингвокультурном, в логическом, в социолингвистическом, в семиотическом, в лексикографическом и прочих. То есть это неоднозначная единица, точнее аномастика, неоднозначный раздел. Как раздел языкознания аномастика занимается изучением фонетических, морфологических, словообразовательных, этимологических и других аспектов онимов. Согласно словарю русской аномастической терминологии, подольской, именем собственным, так, нет-нет-нет-нет-нет-нет, ага, именем собственным или унимом, называют слово и словосочетание служащее для выделения именуемого им объекта среди других, его индивидуализации и идентификации. Сама аномастика у нас переводится с греческого как искусство давать имена. Наука древняя, на самом-то деле, мы еще к этому обязательно вернемся. Так, что касается аномастического пространства, сюда мы относим и название произведений, да, и личные имена людей, и название городов, населенных пунктов, и даже название праздников, да, это тоже имя собственное, тоже будем писать некоторые, большинство праздников с большой буквы. Очень интересные моменты с этим связаны. На универсальную сущность о нема указывает Александра Суперанская, один из известнейших и авторитетнейших аноматологов в русской, русской лингвистике. Суперанская считает, что имя собственное – это не чисто лингвистическое, а логико-лингвистическая категория, вследствие чего имена любого языка имеют нечто общее. То есть здесь мы не должны конкретизировать различия между именем собственным и разными видами несобственных имен. Да, и как раз-таки здесь у нас появляется такое понятие, как апеллитив. Некоторые говорят, что апеллитив – это имя нарицательное. То есть у нас есть понятие «оним» или имя собственное, о котором мы сегодня с вами сказали, и апеллитив или имя нарицательное. Однако же нам необходимо различать два этих термина. Почему? Апеллитивная лексика в русском языке включает не только имена существительные, но и прилагательные, числительные, остальные части речи. Апеллитивная лексика как термин значительно шире, нежели имя нарицательное. То есть под именем нарицательное мы понимаем все-таки имя существительное. Даже есть термин нарицательное, существительное. Это необходимо тоже иметь в виду. Апеллитив и имя нарицательное не совсем одно и то же. аниме и аперитивы какова граница этих единиц где у нас заканчиваются они мы где у нас начинаются аперитивы и наоборот на самом деле несколько точек зрения существует и по сей день почему потому что аномастика честно с вами скажем это довольно таки молодая наука недавний раздел языкознание которые выделили только в 30-х годах 20 века поэтому конечно же здесь терминологическая система скажем прямо нестабильно во многих отношениях и кроме того очень много вопросов очень много интересных точек зрения разных ряд лингвистов придерживаются такой точки зрения например что у мест у имени собственного нет семантики да то есть имя собственное чисто план выражения некоторые же все таки говорят о том что есть и семантика и смысл но свой вопрос достаточно сложная вам честно скажу потому что здесь нужно решить что мы понимаем под семантикой семантик смысл какова семантика имени собственно и если она поэтому если вам вдруг интересно не буду на этом сейчас останавливаться потому что олимпиадные задания редко посвящены этой да что что я буду вас обманывать не посвящены этой точке этому аспекту аномастики мы возьмем именно то тот раздел тот аспект который часто встречается да а если вам будет интересно по почитать про семантику про функциональные особенности про систему аномастику как систему обязательно воспользуйтесь литературой которая у вас также будет в списке который вы я думаю почитайте в списке литературы в первую очередь обязательно будут работы александра суперанской самым сильно суперанская в первую очередь это общая теория имени собственного есть еще интересный труд называется как вас зовут где вы живете обязательно ознакомьтесь с трудами бандалетова и других лингвистов я думаю вы прочитаете что касается анимов и аперитивов здесь вы уже видите да что они у нас взаимодействуют и определение границы на мастической подсистемы специфика имени собственного их отличие от имен нарицательных до сих пор являются основными вопросами аномастики они обсуждались еще в 78 году прошлого века в кракове на 13 международной конференции на мастической тема которой было имя собственное и имя нарицательное сложности одни однозначность этого круга проблем обусловленной истории изучения собственных имен как в отечественной так и в зарубежной лингвистики например рассуждая об оппозиции о нем апеллиатив суперанская приводит точку зрения реформатского тоже достаточно известная думаю для вас фамилия который отмечает что нет полусобственных или там полу нарицательных имен такого не бывает до имена у нас или собственные или нарицательные но где же тогда эта граница как мы определимся будут ли у нас название национальностей название некоторых растений которые мы часто пишем с маленькой буквы будут ли они именем собственным или все-таки все-таки нет вопрос стоит до сих пор и опять же вызывает бурю обсуждений но кроме этого нам необходимо сказать что даже в этом случае у ним и и апеллиатива вступают в амонимичные отношения то что написано у вас на слайде например орел орел лев лев любовь любовь при том как раз таки основываясь на вот этом амонимичном на вот этой амонимичной паре любовь-любовь многие линисты показывают что разные это понять это почему потому что мы даже если будем изменять у ним и апеллиатив мы обратим внимание на то что изменяются они по-разному да нет любви и нет любови как имя поэтому конечно же у нас существуют кардинальные различия между именем собственным и нарицательным и разумеется важнейшим различием является функциональная особенность имени собственного имя собственность существует для идентификации для выделения предмета из ряда то есть если мы например скажем с вами девушка это у нас именно лицательно если же мы назовем ее по имени мы уже выделим ее несмотря на то что бывают тезки и тем не менее все-таки мы ограничим круг носителей этого анима поэтому это одна из важнейших различных особенностей анима очень интересный момент на котором хочу поговорить подробнее общность признаков имен нарицательных и имен собственных а также часто употребление последних зачастую привод к апеллитива абеллитивизации анима очень сложный процесс и здесь я даже вам поставила три восклицательных знака для того чтобы вы поняли что обязательным условием для перехода имени собственного имя нарицательное является его утрата соотнесенности с конкретным референтом как только утрачивается это соотнесенность так сразу мы говорим о том что появилась новый новое имя нарицательное появился новый апеллитив очень часто дала я вам здесь пример да то есть например а очень интересные есть примеры из физики были ученые которые открыли то или иное явление ту или иную теорию тот или иной закон и в их честь у нас есть единицы измерения здесь у вас написано 1 герц кроме того с точки зрения истории появилось много интересных элементов до бойкот я думаю вы знаете откуда взялось слово если не знаете почитайте хулиган точно так же это была фамилия изначально тоже почитайте интересный момент винчестер кольт это я думаю вы так знаете без меня и и некоторые лингвисты предлагают подобную классификацию так как же у нас происходит переход имени собственного в апеллитив лицо лицо например геракла в значении силач и про фурия в значении зла сварливая женщина это все у нас берется из этимологии лицо вещь например кардиган как имя нарицательное до значение свитер при том что кардиган это была фамилия полководца который очень уж любил такие удлиненные кофты есть даже свитер да на самом деле больше как кофта сюда же мы возьмем апеллитив тоже не им хотя и имя нарицательно но с интересным словообразовательным элементом да например слова толстовка я если честно да у вас есть такое задание в дома домашние обратите внимание на это слово очень часто когда я задаю вопрос даже студентам откуда взялось слово толстовка все абсолютно уверенно говорят что это у нас кофта она из плотной толстой ткани и поэтому называется толстовка да то есть вот ткань толстая поэтому толстовка на самом деле очень очень логичное рассуждение но тем не менее это не так толстовка это кофта которая называется так в честь льва николаевич толстого а почему я думаю вы тоже почитайте потому что тоже интересно когда сами находите все эти моменты все эти факты истории так точно также у нас образовалось выражение затрапезный вид откуда а был такой купец затрапезников и у него была своя фабрика и почему же тогда затрапезный вид это неряшливый вид плохо одеты человек до имеет затрапезный вид тоже почитайте тоже очень интересные моменты у нас существует раскрывать их вам сейчас не буду кроме того вы видите так еще место или вещь до бордо локация и как сорт вина на самом деле очень много подобных элементов лицо действия вы видите единицы измерения панама в значении обман кстати говоря если я не ошибаюсь мало кто знает что панама используется как обман то есть не только как головной убор или как географическая локация точнее но и как обман можете даже посмотреть словаре это второе значение местность место до камчатка вы наверняка часто слышите пересяд на камчатку или я лучше сяду на камчатку да это тоже достаточно интересный момент и лицо место до пената в значении родной дом кроме того нужно отметить что при апеллитивации имя собственно может также переходить из одной части в другую например в глагол то есть у нас появляется апеллитив они имя нарицательно например есть такое у нас система поиска вам известная google и так часто мы пользуемся этой системой что появилась в жаргоне в молодежном такая единица как гуглить например как это что такое фразеологизм а ты по google и при том google и мы не только в google но и в яндекс и в других системах подобного толку то есть google прижился в жаргоне у нас и теперь это спокойно можно считать апеллитивом или например от антропонимов очень много таких образований да например петросянить да или например когда человек неуместно пошутил или как-то так может быть не смешно говорят ну хватит петросянить да или ты что петросян или вот если мы возьмем любое имя собственное которое связано у нас непосредственно с каким-то культурным деятелем важным для нашей страны или для другой страны для культуры того или той или иной нации народа да и в принципе мира мы очень часто используем эти именно собственно в значении нарицательных например а посуду мы за тебя пушкин будет при том непонятно почему пушкин да почему не достоевский да достоевский да больше страдает по сути но тем не менее пушкин и там байрон нет я не байрон я другой да помните вот это все и им подобные элементы но наряду с опередеваться у нас есть и анимизация когда у нас из имени нарицательного появляется имя собственное и таких гораздо больше как ни странно а почему потому что все таки если мы будем рассматривать отношения между именем собственным и имени нарицательным мы с вами обязательно скажем что апеллитив он первичнее именно лицательное сначала было потом появилось имя собственное но хотя если рассматривать точку зрения других лингвистов то например соломоника то мы отметим или алана гардинара одного из известнейших аноматологов в принципе в мире то мы обязательно обратим внимание на то что они отмечают что сначала было имя и даже в древнегреческом языке существовало такое понятие как имя любое слово изначально называлось именем и даже обратите внимание когда ребенок познает мир он думает что стол дверь машина это имена это не на лица это не апеллитивы это не нарицательными на то есть это конкретно стол это конкретно дверь да он их так называет для него это имя потом уже при знакомстве с языком при взрослении до антогенезе развития речи у нас появляются уже именно нарицательные но изначально до мама у нас большую букву это конкретная мама до папа это тоже конкретный человек поэтому это даже если мы с вами возьмем такую историю до уйдем в глубину в древность да можно даже в религию уйти вспомним в начале было слово и слово было у бога и у слова было бог да не просто слово было имя до с большой буквы мы пишем и если вы читали ознакомились с лиги был вас религия религиоведения то вы наверняка знаете что бог поручил первому человеку на земле адаму называть других тварей божеских то то есть он давал им имена вот такая интересная точка зрения так конечно же религия наука здесь немножечко разные понятия разные подходы но это именно точка зрения которая стала остается у нас в культуре и восприятие и тем не менее если мы будем рассматривать такую синтагматику отношения то обратим внимание на то что сначала все-таки у нас идет имя нарицательное а потом уже имя собственное мы выделяем мы должны для того чтобы выделить что-то из ряда должен быть этот ряд и очень интересный процесс анимизации существует например самые известные которые я думаю вы можете даже сами привести в пример анимизация марка мерседес есть женское имя мерседес появилась марка мерседес или есть такая шоколадка альпенгольд на переводится как золото альп то есть есть альпенгольд непосредственно как словосочетание золото альп а есть у нас уже товарный знак имя непосредственно определенной марки да то есть там шоколадная продукция точно также у нас возникли слова саламандр на фильма или якобс до от имени нарицательного произошло и им подобные думаю что вы когда читаете о чем-то данных каких-то интересных марках автомобилей торговых знаках отмечали что многие возникли в честь имени кого-либо в честь кого-либо да по аналогии с его именем есть также это я уже перешла с вами к транс анимизации что такое транс анимизация это переход из одного и из одной системы именно собственно в другую систему не собственного но раз мы уже начали об этом говорить давайте возьмем с вами классификацию то что сам из себя представляет аномастическая система а потом вернемся к процессу транс анимизации аномастическая система довольно сложная по своему составу то есть например александра васильна суперанская предлагает следующую классификацию мы делим их на имена живых существами на неодушевленных предметов собственно комплексных объектов например это самый известный это первый ряд для вас антропонимы личные имена людей заонимы клички животных мифонимы имена мифологических героев имена неодушевленных предметов это вы тоже я думаю знаете топонимы аронимы айконимы как раз таки это ваше домашнее задание космонимы астронимы и так далее и собственный на комплексных объектов документонимы фалеронимы хрононимы и им подобные таких очень много единиц и если вам будет интересно кстати говоря когда будете искать ответы на домашнее задание обязательно обратитесь к словарю русской аномастической системы под редакцией подольской это что касается основной системы но кроме того необходимо знать и о том что есть другие другая точка зрения например василь иванович супрун отечественный и русский лингвист аноматолог предлагает выделять ядро аномастической системы и ее периферию то есть например в ядре у нас будут с вами антропонимы и топонимы а периферии различного типа анимы то есть фитонимы фалеронимы эргоним там же и им подобные диартонимы это название праздников и опять же все это вы найдете в словаре русско-аномастической терминологии и теперь возвращаемся к трансанимизации по трансанимизации понимается переход из одной системы на мастическое в другую то есть если у нас например существует известная личность повлиявшая на события на историю на культуру того или иного народа то очень часто в ее честь называют топонимы какие-то объекты не неодушевленные неодушевленного характера например у нас есть максим горький как антропоним есть улица горького это трансанимизация точно также у нас возникают различные геортонимы как название праздников топонимы эргонимы и им подобные домашнее задание у вас точно также будет посвящено и этому процессу и кроме того еще одним интереснейшим процессом является процесс эпонимизации появление эпонимов в русском языке то есть это имена собственные которые непосредственно вошли в культуру в современную культуру в масс-медийную культуру и которые уже не воспринимаются как имена собственные то есть достаточно много таких примеров то есть мы уже сегодня с вами говорили про глагол гуглить или например про фамилию известного юмориста точно также например фамилия брежнева очень часто у нас ассоциируется с какими-то особенностями внешности и появился такой глагол в жаргоне в молодежном например разбрежневить да тоже достаточно интересный процесс так она мастическая система очень неоднородная существует множество вопросов на которые еще нет ответов да что считать эргонимом что у нас входит в понятие имени собственного а что остается у нас в оперативной лексике как мы различаем онем и не точнее именно лицательная непосредственно оперативную лексику поэтому много материала можете почитать и домашнее задание у вас будет посвящено непосредственно известным вам онемом и тем которые вы увидите впервые на этом я с вами прощаюсь большое спасибо за внимание